Гладомор 1932-1933 года был искусственно создан по приказу Коммунистической партии СССР. По различным подсчетам в результате этой трагедии погибло более 7 миллионов человек на территории на тот момент у СССР и 3 миллиона украинцев за пределами республики. В 1928 году руководство СССР объявило так называемый курс на коллективизацию. Все крестьянское имущество должны были объединить и передать в государственную собственность. В 1932 году советская власть издала приказ о планах сбора хлеба. Весь урожай из колхозов забирали. У тех, кто не выполнял норму, изымали все продукты питания. Выезжать из сел людям было запрещено. И только за сбор остатков урожая селянам грозило 10 лет с конфискации имущества или расстрел. В народе этот приказ 1932 года назвали законом пяти колосков. Гладомор стирал с карты Украины целые села. Одно из таких в Сумской области, в Песках Бурынского района, голодная смерть за год там забрала более тысячи человек. Людям удалось отыскать их имена в книгах, которые сохранились в местном архиве. В селе осталось два долгожителя, которые пережили эту страшную трагедию. С ними пообщались мои коллеги. Варвара Мусияка живет в Песках почти столетие. Она из деревенских старожилов. Когда начался голод, ей было семь. Женщина рассказывает, те дни в ее памяти останутся навсегда. Вспоминает, как ели траву, только бы выжить. То, что выжила в те страшные дни, Варвара называет чудом. Смерть тогда коснулась каждой семьи. В сохранившейся книге регистрации смертей записано, что самому младшему из погибших было всего лишь три месяца. Хотелось просто справедливость установить, чтобы знали, что действительно это было и подтверждено это документально. На страницах этих книг более тысячи имен, и это только за один 33-й год. Все эти фамилии выбиты на плятах мемориального комплекса в Песках. Установили его возле старшего дерева, под которым хоронили погибших. Находится как раз на том месте, где стоял омшанник, то есть яма для сохранения взимку БДжил. В эту яму, да, взвозилися с ближайших улиц села Писки, потому что мы как раз находимся на территории села Писки. Звозилися под водами померли люди. Каждый год в пасхальные дни на этом дереве появлялся белый платок. Его вывешивала женщина, которая жила неподалеку, чтобы о захоронении не забыли. Жители села продолжили эту традицию после ее смерти. Ежегодно на дереве развиваются рушные, как оберег от беды. Хай роблять, как хочут. Голоду, чтоб не было и войны. А мы люди, украинцы, мы выносливые. Любовь куклы Анастасия Грапинченко, Анна Валевская. Подробности телеканал Интер, Сумская область. Продолжение следует...